Оперативное заседание правительства на этой неделе было фантастически коротким и несколько иным по структуре, нежели в предыдущие разы. Ради Хабиров был печален, видимо, после своего фиаско на Ялтинском экономическом форуме, где Башкирия не получила вообще никаких инвестиций, хотя поехала именно за этим. Напрасно возили туда целую орду чиновников и журналистов, напрасно ставили юрту посреди Крыма. В общем, Хабиров был краток и печален. Кроме всего прочего, заметным образом сменилась драматургия этого мероприятия. Видимо, режиссеры и постановщики этих заседаний вняли глаз у народа и поняли, что от раза к разу выпускать на арену только двух исполнителей, я имею в виду Киреева и Мухаммедьянова, это неправильно. Народ требует разнообразия, народ требует веселья. В общем, конечно, в этот раз короткая, но очень веселая оперативка отличалась разнообразием исполнителей. Первым доклад о мерах по погашению задолженности по заработной плате делал исполняющий обязанности министра труда, семьи, социальной защиты и прочего хорошего и доброго. Господин Мильников сообщил о том, что несмотря на требования господина Хабирова, задолженность по заработной плате в республике неуклонно растет и на данный момент составляет уже 283 миллиона рублей. В том числе даже шесть муниципальных унитарных предприятий умудрились сформировать задолженность по зарплате, несмотря на стабильное финансирование из государственного кармана. Хабиров, прямо скажем так, слегка подрастерялся и говорит, ну как же так, мы ведь договаривались. Как? Сказал он. Мы договаривались задолженность сокращать, а вы ее увеличиваете, значит мы что-то где-то здесь недорабатываем. Ну, вообще вопрос задолженности по заработной плате, конечно, очень сложный вопрос с точки зрения экономики и с точки зрения влияния на это явление. В том смысле, что не на каждое предприятие можно влиять. Созданные вот эти вот межведомственные комиссии, которые рассматривают эти ситуации, пытаются помогать предприятиям и пытаются гасить эту задолженность. Они, конечно, не всемогущие, не имеют тех вот рычагов давления, особенно начальников. Но, тем не менее, можно предпринимать какие-то хотя бы меры по раннему выявлению ситуации, когда задолженность может сформироваться. Существуют признаки, когда предприятие начинает загибаться и умирать, и в этот момент, наверное, нужно предпринимать какие-то меры. Но, как метко заметил господин Мельников, наметилась тенденция к тому, чтобы граждане сами начали сообщать об этих проблемных ситуациях. Действительно, когда тебе не платят месяц-другую зарплату, наверное, стоит озаботиться этим и начать беспокоиться. Искать другую работу, пытаться выбивать зарплату из работодателя и так далее. Несмотря на то, что в прошедший понедельник решено было труппу основных актеров на оперативке сменить, репертуар остался все тем же, и в этот раз обсуждали вторым вопросом. Вопрос о ходе обустройства населенных пунктов контейнерными площадками для сбора твердокоммунальных отходов. Вопреки ожиданиям, докладчиком был вовсе не Киреев, а Фазылов Нияс Мансурович, заместитель министра экологии. Нияс Мансурович рассказал нам о том, что в республике оборудовано 14 409 контейнерных площадок и не хватает еще почти 13 тысяч контейнерных площадок. Нияс Мансурович рассказал нам о том, что 30 366 контейнеров расставлено по республике Башкортостан, однако не хватает нам еще 58 с хвостиком тысяч контейнеров. Нияс Мансурович рассказал, что в ближайшее время, до конца 2019 года, республика героически закупит еще 7 тысяч контейнеров. И несложный арифметический подсчет сообщает нам о том, что для того, чтобы дойти до полного оснащения республики Башкортостан мусорными контейнерами, вот этими темпами, необходимо еще 5 лет. То есть впереди у нас пятилетка мусорной реформы, когда вот эти господа будут героически оснащать по 10% необходимости каждый год, закупать, торговать, выставлять на торги. Значит, вот бурная деятельность будет у них в течение 5 лет. Через 5 лет все эти контейнеры сгниют, и они начнут все это заново. Ну, в общем, конечно, очень сильно история с мусорной реформой у нас все больше и больше напоминает некую денежную аферу, в центре которой находятся бюджеты фонда и капиталы, а вовсе не вывоз мусора. Третьим вопросом оперативного совещания в понедельник был вопрос о ходе подготовки к весенним полевым работам. Закономерно, что докладчиком выступал министр сельского хозяйства Ильшат Фазарахманов, который как из пулемета начал выдавать данные, цифры. Ну, в общем, это его давняя манера. То есть он бомбит слушателей вот этими вот зачастую несвязанными между собой данными, делает это поразительно быстро, утомляет слушателя практически мгновенно, тем самым вводя его в некий такой потребительский анабиоз. То есть человек, ну, я, все слушатели, наверное, и ради Хабира в том числе, наверное, сразу впадали в какую-то такую спячку, потому что различить в этих цифрах какой-то смысл не представляется возможным, а когда закончит господин Фазарахманов докладывать, совершенно непонятно. В общем, проще переносить эти доклады в каком-то таком полусне. Но, тем не менее, если поставить на медленное воспроизведение доклад господина Фазарахманова, можно понять, что в будущем году он планирует существенно снизить урожай сахарной свеклы, существенно снизить урожай картофеля, удержать урожай овощей на прошлом уровне, несколько приподнять добычу зерновых в сельском хозяйстве Республики Башкортостан, а также незначительно на 5% нарастить урожай масляничных культур. То есть, в статистической выкладке господина Фазарахманова никаких чудес не было, в смысле того, что там прорывов и достижений. Однако, господин Фазарахманов с печалью сообщил нам о том, что, судя по всему, в Республике погибнет 15-20% озимых культур. Причем в этом году эти культуры не померзли, а выгорели из-за того, что слишком жарко было в начале апреля. Господин Фазарахманов оценил ущерб сельскому хозяйству от этого всего примерно в 6 миллиардов рублей. И как бы вообще в целом, конечно, картинка выглядела достаточно печальной. То есть, мы уже говорили о том, что сельское хозяйство Башкортостана глубоко фиктивно, в том смысле, что фактическое его состояние очень сильно расходится с тем состоянием, которое декларируется Министерством сельского хозяйства. Пирамида или даже, правильнее сказать, матрешка успехов сельского хозяйства Башкортостана уже перешагнула границу разумного в том смысле, что количество приписок и фиктивных успехов уже превышает, наверное, 50% от общего объема. И в целом, конечно, Фазарахманов в завуалированной форме сейчас рассказал о том, что нифига хорошего в сельском хозяйстве нас не ждет в ближайший год. Вот. Хабиров, ну, закономерно, конечно, ничего не понял из этого доклада. Он вообще очень далек от сельского хозяйства, всячески от него сторонится, пытается не вникать, ну, в принципе, наверное, и правильно делает, если не разбирается. Ну, как-то он так очень жалобно так переспросил Фазарахманова, ну, вот кроме этой истории с Азимами, у нас-то все ровно в сельском хозяйстве. Ну, Фазарахманов, конечно, так охотно, да-да, ровно, ровно, Радь Фаревич, вообще ровнее никуда. Ну, в общем, там, зачем-то упомянул, что аграрий приобрели на 800 миллионов техники, что, по его мнению, как мы уже упоминали, является признаком расцвета экономики. Ну, в общем, как-то Хабиров так испуганно свернул эту тему, ну, погибли Азимы, да и ладно. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос безопасности туристов водных видов спорта. Ну, тут я, конечно, наверное, не буду останавливаться подробно. Господин Гумеров Фарид Рифович, председатель комитета по чрезвычайным ситуациям, рассказал нам, что у нас 200 тысяч туристов в год гуляют по Башкортостану, что они категорически не хотят регистрироваться в МЧС. И в прошлом году двое из них даже погибли по неосторожности или по пьянке, я так и не понял. Прямо, скажем, не впечатляющие цифры жертв в этой сфере. ГИБДД и дорожное хозяйство нам приносят значительно более печальную статистику, потому, думаю, что всерьез на этом вопросе останавливаться не будем. Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос Киреева. Это такой вообще философский вопрос. Вопрос Киреева – это все вместе. Это столбики, штрафы, это ямы во дворах, это все, что угодно. В этот раз Киреев выступал без Мухаммедьянова. В общем, конечно, дуэт, судя по всему, распадается. Лёлик остался без Болика, Том остался без Джерри. Не знаю, как это смотрится для других зрителей. Мне было странно наблюдать Киреева в сольном исполнении. Начал он со своих успехов в области поборов. Он доложил, что за истекшую неделю собрал втрое больше денег в виде штрафов с граждан за неправильную парковку. Он смог обеспечить 7100 выявленных нарушений неправильной парковки в республике Башкортостан. Правда, только треть из них превратились в протоколы о правонарушениях. Мы позже чуть поговорим о механизмах, которые скрыты во всей этой системе. Киреев собрал уже 4 миллиона рублей с населения за это правонарушение. В общем, считает это своим успехом. И как-то очень жестко сообщил, что они дальше еще будут продолжать эти деньги собирать все больше и больше. На тему штрафов Хабиров как-то прокашлялся и осторожно поинтересовался. Я правильно понимаю, что статистика штрафов растет? Он осторожно спросил Хабиров. На что Киреев ответ дал совершенно фантастический. Он сказал, что Ради Фаридович, это вопрос перманентный. Простите, Михаил Юрьевич, вопрос какой? Ну, произвольное использование терминов, конечно, довольно распространенный прием, но, в общем-то, не в данном случае. В общем, я так понимаю, они друг друга поняли. Штрафы будут продолжаться, штрафовать будут дальше нещадно и так далее. В общем, до тех пор, пока они поймут, что вот это воздействие на население при помощи штрафов, наверное, все-таки несет негативный результат для имиджа власти. Тогда, я думаю, что ситуация очень быстро изменится вообще. Сразу же после штрафов Киреев без всякого логического перехода обратился к теме электронной системы выявления ям и вообще своей работы по ремонту ям во дворах. Судя по всему, оперативное совещание Ради Хабиров и все присутствующие окончательно оставили идею хоть как-то обсудить качество этой системы. Она по определению признана успешной и теперь, значит, как будто бы работает в головах господина Киреева, Мухаммедьянова, Хабирова и прочих. Так вот, Киреев сообщил нам, что он получил 5000 с небольшим заявок в эту систему о ямах во дворах, ликвидировал почему-то только 800 ям. Но самое главное, что сказал Киреев в этой части своего доклада, это то, что теперь Министерство жилищно-коммунального хозяйства всерьез, основательно и надолго вменяет в обязанность органам муниципальной власти работать с этой системой и наполнение вот этой информационной системы «Дорожный эксперт» тем ямами, которые нужно ремонтировать. В переводе на русский язык это означает, что теперь официально все администрации районов, городов, сел, деревень и всего чего угодно в первую очередь должны бегать со смартфонами по своей территории и выявлять, фотографировать и вносить в эту систему вот эти дефекты дорожного покрытия. И только потом их обязанностью будет, может быть, их ремонтировать. Судя по всему, население абсолютно безразлично отнеслось к этой затее власти. Судя по всему, информационный блок и вот эта все медийная машина Хабирова не смогла донести до населения, ну, необходимость, актуальность этой затеи. Люди просто не стали участвовать в этой ерунде. А теперь, значит, ну как, нельзя же ее оставить пустой, кто-нибудь зайдет да посмотрит. Теперь муниципальные чиновники получили команду и задачу наполнить эту информационную систему фоточками ям, а потом, может быть, они будут их ликвидировать. Кроме всего прочего, господин Киреев сообщил нам, что подворовой обход выявил 52 тысячи ям во дворах, при том, что дорожный эксперт выявил только 5 тысяч. Вот видите, отношение 1 к 10. Понятно, что граждане не будут оцифровывать ямы, потому что, как минимум, видимо, потому что не поняли, о чем идет речь, а как максимум они просто не знают о существовании этой системы. Ну и, в общем, вот эти вот 5% участников в этой всей системе будут, наверное, тем результатом, который дает вот эта система «Дорожный эксперт». Так много о ней говорили и так мало мы получили на выходе. Следующим вопросом был вопрос о оснащенности республики городов, сел и населенных пунктов машинными местами и парковочными местами для автомобилей. На прошлом совещании Хабиров дал задание Кирееву выяснить, существует ли какой-нибудь норматив, нормы и вообще здравые критерии обеспеченности парковочными местами и стоянками и всякими прочими местами для хранения автомобилей в городском пространстве. И Киреев доложил, что, оказывается, существует постановление номер 211 от 1 августа 2016 года Государственного комитета по строительству Республики Башкортостан, в котором прописано, что на каждую квартиру площадью менее 40 квадратных метров, около дома должна быть оборудована половина стоянки для автомобиля, а на каждую квартиру площадью более 40 квадратных метров должно быть оборудована полноценная машина-место. То есть в каждом доме, в котором есть, например, 200-300 квартир, такой обыкновенный средний большой современный дом, около этого дома должно быть оборудовано машина-место на 200-300 автомобилей. Оглянитесь теперь вокруг в своем дворе, в соседнем дворе и оцените на самом деле исполнение вот этого норматива. Далее Киреев сообщил нам, что в Республике Башкортостан на данный момент существует 85 тысяч машин-место. Как он посчитал, непонятно. Учитывая, что муниципалитеты категорически отказываются давать какие-то данные господину Кирееву, откуда он взял эти цифры, я не знаю, но тем не менее. Ладно, 85 тысяч. Подозрительно мало, кстати говоря. По мнению господина Киреева, необходимо Республике еще 144 тысячи машин-мест. Парковочных карманов господин Киреев насчитал в Республике всего 27 тысяч, и дополнительно требуется 23 тысячи. Те самые вожделенные 23 тысячи, которые он включил в свою смету. Напомню, что господин Киреев намерен освоить 1 миллиард 200 миллионов рублей, устраивая вот эти вот площадки для парковки автомобилей. Напомню, что место 6 на 3 размером господин Киреев собирался асфальтировать чуть ли не за 28 тысяч. В общем, там, конечно, совершенно фантастическая схема хищения государственных денег. При этом господин Киреев посетовал, что ГИБДД категорически не хочет дать ему данные об наличии автомобилей в городах Республики Башкортостан с разрезом по городам. Ну, и он не знает, в общем, сколько у нас автомобилей в Башкирии, и ужас-ужас. Сообщаю, Михаил Юрьевич, у нас в Башкирии примерно полтора миллиона автомобилей. Можете исходить, например, из этой цифры. И откуда вы взяли, что нам нужно всего еще 144 тысячи машин и мест, или там 23 тысячи карманов для парковки автомобиля, совершенно непонятно. То есть вот Киреев даже в отсутствии Мухаммедьянова продемонстрировал нам очередной раз абсолютное неумение в подаче статистики, абсолютно неспособность обосновать те цифры, которые он называет. Это тем более подозрительно выглядит, потому что, ну, вот все, что нам рассказывает Киреев, отдает исключительной коррупции и стремлением к расхищению крупных сумм денег, а вовсе не оснащению города и городов Республики Башкортостан удобствами и комфортом. Кстати говоря, господину Мухаммедьянову все-таки предоставили слово на этой оперативке, но выглядело это, конечно, как издевка. Господин Мухаммедьянов выступал последние две с половиной минуты оперативного совещания. Все уже складывали ручки и включали свои телефоны, никто не слушал его. В это время господин Мухаммедьянов тоненьким голосом рассказал о том, как он выявил 155 тысяч ям, что 66% плана по ямочному ремонту он уже выполнил. Впрочем, его уже, конечно, никто не слушал. К слову сказать, если уж участники оперативного совещания перестали обсуждать эту программу «Дорожный эксперт», то жители Республики Башкортостан и журналисты вовсе не перестали обсуждать этот продукт. На прошедшей неделе издание «Уфа-1» проанализировало сущность этого дорожного эксперта и выявило печальные особенности этой программы. Я имею в виду то, что там можно прикрепить только фотографию, сделанную бабушкиным телефоном. Собственно, все то, что я и говорил, ну и говорил не только я, на самом деле так и осталось. Мы помним, как Хабиров сначала разгромил эту программу, а потом счел ее вполне себе приемлемой, при том, что она нисколько не изменилась. Это лишний раз говорит об имитационном характере деятельности в области вот этого ямочного ремонта и о пропагандистском характере обсуждения этих вопросов, подготовки к выборам, а вовсе не ремонте дорог. Ввиду того, что оперативное совещание было настолько кратким и малосодержательным, я рискнул в сегодняшний выпуск добавить еще две темы прошедшего понедельника. Это тема «Стройчаса» и тема «Сибая». Начнем со «Стройчаса». «Стройчас» на этой неделе проводил господин Абдрахимов. К такому недовольству, например, госпожи Гайсиной, потому что, видимо, ее устраивает только если любимый вождь проводит это мероприятие. Собственно, «Стройчас» тоже не сильно отличался от других «Стройчасов» по своей невнятности и неконкретности обещаний. Однако была одна очень важная деталь, которая прозвучала на этом «Стройчасе». Это то, что объявили от лица правительства о том, что жители Миловского парка, если и получат вообще свои квартиры, то получат их только в получистовой, так называемой, отделке. Хотя по их договорам долевого строительства они должны получить квартиры в чистовой отделке. В переводе на русский язык это означает, что правительство Республики Башкортостан заявляет о том, что оно лишает людей законного права на то имущество, которое они оплатили. Я имею в виду состояние квартир, которые они получат. А ремонт, в принципе, это имущество. Это некое вполне себе материальное явление, которое стоит совершенно конкретных денег. Правительство Республики Башкортостан заявляет о том, что теперь оно изымает вот эту часть имущества граждан, которые его оплатили, руководствуясь соображениями какой-то там совершенно мифической справедливости и целесообразности. То есть, переводя опять же на понятный язык, мы говорим о том, что если люди и получат эти квартиры, то они будут вынуждены потратить еще от 500 тысяч до миллиона рублей на ремонтирование своих квартир, за что они, собственно, уже заплатили господину Комлеву. Вообще вся эта ситуация очень сильно напоминает вот этот девиз «грабь награбленная», потому что однажды уже застройщик похитил и припрятал в неизвестном месте 2 миллиарда рублей, которые были собраны с дольщиков на строительство Миловского парка. А теперь те, кто мужественно ликвидирует последствия этого хищения, решили и сократить то имущество, которое получат граждане в результате этого строительства. Я вообще восхищен тем, как юрист Хабиров, как юрист Гайсина и как прочие юристы вот этой всей системы, которые, несомненно, уже слились и превратились в некую систему по оболваниванию несчастных, обманутых дольщиков, совершенно спокойно обращаются с такими вещами, как имущественные права граждан. Я, честно говоря, не знаю даже, где находится вот этот вот институт права, который породил всех этих специалистов, но восхищен их способностью передергивать законодательство и опровергать фундаментальные нормы права. Ну, если уж они решили, что они вправе ограничивать имущественные права граждан по заключенным договорам, по выплаченным суммам и так далее, то чего уж тут мелочиться. А давайте сделаем так. Вот те, кто должен был получить в Милоском парке и оплатил, например, трехкомнатную квартиру, получат двухкомнатную квартиру. Те, кто оплатил двухкомнатную квартиру, получат однокомнатную квартиру. А покупатели однокомнатных квартир вообще могут ничего не получать. А что, вообще можно очень здорово сократить тогда проблему по долевому строительству. И вообще, судя по всему, концепция нынешнего его руководства сводится к тому, что проблему можно не решать, а можно заявить о ее решении. Характерно, что госпожа Гайсина, которая считается представителем дольщиков в правительстве, в своем видеоотчете, в стилистике «Ночи живых мертвецов» жарким образом стала защищать решение Абдрахимова. Она прямо вот стала доказывать, что это правильно. Понимаете, господа дольщики, ваш представитель в правительстве доказывает вам, что правильно у вас отнять ваше имущество. Вы там задумайтесь, у вас все нормально в Датском королевстве вообще. Вот ваш представитель, который вас защищает, объясняет вам, что обворовать вас – это здорово. Причем обворовать уже второй раз. Примерно из той же оперы, из репертуара «Не быть, оказаться» события в Сибае, которые случились на буквально последние дни, вчера, позавчера, в конце прошлой недели. Я имею в виду вот это жуткое, позорное награждение мэра Сибая орденом Салавата Елаева. Ради Хабиров, прилетев из Ялты, полетел сразу же в Сибай и наградил мэра Сибая Рустема Авзалова орденом Салавата Елаева. Уже было много говорено, что орден Салавата Елаева вручается в определенный день за определенные заслуги, но Хабирову все ни по чем. Он раздает эту награду всем, кому попало, финским хоккеистам, вот этим вот совершенно охамевшим мэром городов и так далее. Но в случае с Авзаловым, конечно, здесь произошел перебор. 95% по опросу жителей Сибая находятся в растерянности, в шоке и в гниве от этого. Но награждать человека, который совсем недавно еще обозвал своих же сограждан, своих же горожан экскрементами и козлами высшей награды республики, пожалуй, что это высшая степень цинизма. Тут, конечно, Хабиров совершил тотальную ошибку. На самом деле, полностью иллюстрировав свою кадровую политику, мы понимаем, что очень здорово, что Рустем Авзалов взял на себя весь удар от Сибая. Мы понимаем, что поделать с Сибайской проблемой, судя по всему, администрация Хабирова уже ничего не может. Мы понимаем, что компетентные органы, в том числе Совет по правам человека при президенте Путине, дал очень жесткую и очень нелицеприятную оценку всем усилиям, которые предпринимались администрацией Хабирова в этом городе. Мы понимаем, что катастрофа не исчерпана. Хабиров предпринял странный ход. Он решил объявить проблему решенной. Вот это награждение Авзалова, на самом деле, это как бы титры того фильма, который снимал ради Хабиров о своей борьбе с Сибаем. Все, проблемы больше нет. Несмотря на то, что в воздухе Сибая регулярно отмечается превышение ПДК по диоксиду серы, несмотря на то, что ситуация с медицинским обеспечением и диагностированием респираторных заболеваний в городе никак не изменилась и не улучшилась, проблема считается решенной. Всем теперь не рекомендуется говорить о том, что в Сибае хоть что-то не так. Господин Авзалов будет ходить по городу с орденом на груди, а жители продолжат недоумевать о том, каким же странным образом заботится о них администрация города Сиба и администрация республики Башкортостан. В предыдущем выпуске я рассказывал о том, что мы провели в интернете достаточно обширный опрос на тему успеха или неуспеха ради Хабирова в реформировании транспортной системы Уфы и республики Башкортостан. На удивление активно в этом опросе приняли участие подписчики, читатели и так далее. Опрос этот выявил, что в среднем по соцсетям 80% считают реформу пассажирских перевозок в Уфе и городах республики провалом Хабирова. И 20% считают, что усилия Хабирова в области транспорта и пассажирских перевозок можно считать успешными. Я решил продолжить эту практику и каждую неделю мы будем проводить в интернете опрос на разные темы. Можете эти темы предлагать. Я вас прошу очень активно участвовать в этих опросах. Они будут проводиться в группах ВКонтакте, в группах в Фейсбуке, на аккаунтах в Фейсбуке. Найти эти опросы будет несложно. Со временем мы эти опросы попробуем размещать и под сюжетами в Ютьюбе. В общем, следующей темой опроса на следующей неделе и до следующего вторника будет тема долевого строительства. Продолжение следует...